да это я мы об этом поговорим еще я сережка и это спешил первый спешил второго сезона из сочи и я не зря оделся очень молодежно потому что мы со стасом стас не может сейчас помахать потому что мы не ты как это это делаешь мы тут в сочи на всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 каждый раз когда я говорю слово молодежь ребята мы относим это слово и ко мне хорошо я молодежь я молодежный ведущий молодежного лучшего шоу на египе в 4k многие задаются вопросом почему у нас заставка 4k 360p то есть она бесплатно ребят скачана из интернета если вы хотите сделать подарок своему любимому шоу подарить мне пожалуйста футаж купленный в 4k ok чуть больше смысла будет этот взрыв иметь что-то плохо идет сегодня но я молодежь понимаете я молодежь я неопытный нестрелянный могу и плохо начинать шоу ничто не испортит лучше шоу на ютюбе есть шоу дудя он очень сильно готовится да он очень сильно готовится и сиди молодец есть мое шоу я не готовлюсь вообще и я за пять минут до записи гуглил как правильно называется этот фестиваль и в дальше как бы название я не шел слишком много информации фоу сейчас все сами узнаем увидим поговорим единственное что меня смутило то что фестиваль молодежи идет уже очень долго неделю и молодежь уже который приехал в начале фестиваля перестала быть молодежью концу фестиваля слишком много времени прошло давайте поздравим кстати валю он стал папа у него родился сын валя я тебя поздравляю и это хорошо и плохо плохо потому что а как же наше дитя валя как же наше наше дитя сереже микрофон наплодил детей до теперь и что надо везде успевать на нас тасс тоже ничего ну пойдем так не хочется уходить из моего випе отеля все випи нам надо выйти в опасный мир других людей не випи и И еще позы, позы, новые, улыбаемся, вспоминаем, как все классно. Это место, где все происходит, я не знаю, как называется, типа медиа-центр, наверное, я тупой. И здесь все, миллион людей, из 188, скорее всего, перепутал что-то важное, ну, типа того, стран, это очень много, все молодежь. Ребята, теперь самое главное, я спросил у организаторов, молодежь, это до скольки? Они говорят, Сережа, до 35. Чек-де-зал мне 34 года и 11 месяцев. И я пока молодежь. Но тут же закралась мысль в голову, стоп, если я сейчас молодежь, и мне остался месяц, надо взять все. Короче, моя задача вам показать, что здесь происходит, и поговорить с людьми. Привет, я Сережа. Вы не Сережа, конечно же. Привет, я Сережа, как дела? Здравствуйте. Молодежь? Да. Ты на кого учишься? На инженера об авиастроении. Вижу, ты возбуждена этой возможностью, да? Е-е-е, инженер. Кто выбрал эту профессию, мама или папа для тебя? Я сама. А-а-а, врать нехорошо. Мама хотела на военное, чтобы я военная поступила, в военно-космическую академию имени Можайского. Вы в семье знаете толк в развлечениях? Да, я такая... Инженер, военный. Как насчет тусовщицы? Среднеспециальное образование тусовщицы не хотела получить? Ну, такое-то дополнительное. Что здесь происходит? Расскажи мне, расскажи мне, что здесь происходит. Здесь есть площадка. Я тебя перебил, извини, пожалуйста. И снова перебил. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Здесь происходят площадки, на которых можно набраться опыта у известных людей. Там приезжает Безруков, приезжал Дружинин, приезжал. Сейчас Валую приехал. И также можно потусить на главной сцене. Ну, ты везли здесь для того, чтобы парня найти себе? Я нет. Хотя бы даже из Нигерии. Нет. Ребята, фестиваль молодежи. Да, если бы уже нашла. Нафига вам, нафига вам нужно что-то учить здесь? Вы в Сочи, здесь морской воздух. Я уже замужняя, приехала сюда, поэтому уже... Простите, пожалуйста. И теребишь тут мои бейджики. Ты замужняя? Да. Нет, ну, парень есть. На фестивале не считается? Считается? Считается. Зачем тогда вообще здесь? Когда в фестивале такие происходят, потом этот пик рождаемости иностранных. Да, да. Почему нам презервативы раздают в гостинице? Серьезно? У тебя сумка презервативов, ты одна без мужа. О, черт. Ладно. То есть ты вообще не веселишься здесь? Нет, веселюсь. Мы живем в Розихутор, далеко. Приходится веселиться до трех ночи, чтобы потом уехать можно. Делаете из презервативов капитошки? Играете на презервативы? Как в карты? Что вы там делаете? Тусим, танцуем. Чаи питье, чтение книг. Нет, алкоголь, алкоголь. Никому, да? Ладно, классного тусинга, бывшему мужу привет. Я не хочу тебе хвастаться, но мне выдали бейдж, я могу делать так. Смотри. Пресса. Я просто хотел тебе это показать. Все. Счастливо. Отлично. Давай. Главная проблема молодежи сейчас? Не знаю, наверное, неопределенность в своих каких-то целях. Думаешь? Главная проблема молодежи не скучные ответы? Возможно, скучные ответы. Возможно, скучные ответы, либо неопределенность в целях. Как тебя зовут? Виталик. Виталик, смотри, я узнал, что я молодежь до 35 лет. Ты? Вообще, в принципе, люди до 35 лет молодежи считают. Сколько тебе лет? 27. 27. Помотала тебя жизнь? У меня остался месяц до 35 лет. Я все еще молодежь. Скажи мне, друг, что я должен успеть сделать как молодежь? До того, как я перестану быть молодежью. Знаешь, что ты уже успел сделать? Ничего. Ничего? Тогда забей и не парься. Кто идейный лидер этого фестиваля? Фейс? Кто? Не важно. Ты кто, чем занимаешься здесь? Я авиаконструктор. Приехал на поток авиации будущего. Че, как у нас авиации будет? Нормально все? Все отлично будет. Когда саратовские авиалинии снимут свои ужасные самолеты с рейсов? Это зависит от авиакомпании. Нет, это от тебя все зависит. Почему? Не знаю, прикажи им. Не буду. Я реально летел однажды с саратовскими авиалиниями и с потолка капало прямо в бутылочку. Это аэрофлотом. Я нигерийский, английский. Инглийский? Нет проблем. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Нет, нет, что происходит? Что происходит? Что происходит, чувак? Нет. Нет. Я просто радуюсь. Чилин? Это чилин. Обожаю. На каждом фестивале должен быть обязательно рэп про фестиваль. Наш фестиваль такой молодежный. Здесь все очень здорово. И я рэпую про рэп на фестивале. И молодежь вперед! Кто-нибудь вне этого фестиваля будет слушать эту песню? Нет, мой ответ. Даже эти люди, которые ее поют. Здравствуйте. Ну, каково это быть молодежью? Ну, я участник 57-го года фестиваля. А самого первого? Да. Вау! Ну, скажите, лучше стало или хуже? Роботов стало больше, меньше? Кому-то лучше стало, кому-то хуже. Могли ли вы подумать, когда были в далеком 57-м году, когда был первый фестиваль, что вырастите и станете капитаном судна? Нет, я не капитан. Ну, перестаньте скромничать. Это я купил. Перестаньте скромничать. Я в Ялт. Ну, не надо, не надо скромничать. Капитан судна дальнего плавания? Нет, у меня еще есть адмирал. И адмирал. И какой скромный. Вопрос. Да. Вы скачаете себе в плеер этот рэп про фестиваль? А я не пользуюсь гаджетами, кроме смартфона. Не качайте эту песню, он сломает ваш айфон. Да. На том фестивале я приобрел много значков. Но мой двоюродный брат их раздарил. Знаете что? Да. Вы хотите значок? Поддержите, пожалуйста. Я не могу купить значок. Вот вам значок. Бинго-бонго и Джимбо-джамбо. От меня. Можно здесь? Это значок моего шоу. Бесплатно, абсолютно. Да. Так значит, как вас зовут? Меня зовут Сережа. Сережа. Меня Александр Иосифович. Так. Спасибо вам большое. Отправляйтесь в дальнее плавание. А вы знаете, завещание молодежи оставил Сталин. Знаете его? Об этом после этой заставки. Ребята, бинго-бонго и Джимбо-джамбо. Fuck you. И Далай Ламминг. Кстати, скорее всего, что-нибудь из того, что он сказал, было Далай Ламмингом. Не может человек в таком возрасте говорить немудрые вещи. Идите на pinpinup.ru и покупайте мои значки. Поддерживайте сережку. А в конце концов, мне нужен Rolls-Royce. Вы видите сзади меня Rolls-Royce? Я тоже не вижу. Знаете почему? Потому что вы не купили мои значки. Так, сейчас подошли люди в костюмах. У тебя нет кепки Капитана, ты мне уже нравишься. Значит, возможно, будет конструктивный разговор. Что это такое? Это стенд Московской области. А это он производит этот рэп? Слушайте. Фестиваль наш лучше всех. Никто не будет это слушать. Никогда. Это сфера, в которой мы показываем фильмы в 4D-качестве. Ты знаешь, что у нас шоу в 4К? Да. И мы сейчас пойдем в 4D-качество. Идем, ребята. Вау. Что такое 4D-качество? Это очень крутое качество. Все, остановись. Мне этого хватит. Вау. Я уже чувствую, как 4D проникает в меня. Идем. Привет. Привет. Нельзя снимать секретно? Секретно. Снимите, пожалуйста, просто потолок. Потолок. Окей. Мы снимаем потолок. В любом случае я почувствую 4D-качество. 1D я уже чувствую. Пока он не может работать на полную мощность, мы постараемся тебя привести в тот момент, когда ты полностью сможешь насладиться 4D-качеством. У нас технический перерыв полностью. Очень будем рады. Потом, позже. Да, буквально. Тогда знаешь что? Мы верим тебе на слово. Я согласен. Ребята, тут такое 4D, да вы закачаетесь. Что это за шар? Что за 4D? Зачем это нужно? Короче, у вас все классно, да? Да. Все, вот и все, что вам нужно знать. Привет. Это Олег Сиротан. Я фермер сыровар. Я бы угостил тебя сыром, но молодежь... Его тоже нет. Он тоже... Сыра нет, но вы держитесь. Но он, наверное, классный. Он был шикарный сыр. Все, ребят, поверьте. Все здорово. Зачем проверять? Просто верьте. Мы накормили голодающих студентов разных стран. Особенно, конечно, россияне отличились. Они были самые голодные на сыр. Но оно и понятно. Три года санкций дают о себе знать. Я вот здесь за чемодан с деньгами так не переживал, как за коробку с сыром. Но мы накормили. И наших соотечественников, и весь мир накормили. Ты подошел сказать мне, что Сережа, был вкусный сыр. Жаль, ты не попробовал. Я сказал, Сережа, ты поздно приехал. Спасибо. Мне стало так приятно. Сережа, приезжай на сыроварню, накормлюсь, то с трудом уйдешь. Это Московская область, Истринский район. Я тебе покажу лучших телок страны. Лучшие телки страны на Истринской сыроварне. Я по всей России их собирал. Это старенькая шуточка, да, у тебя? Ты знаешь, что она работает. Заметили? Он такой лучших телок и ждет. Давай попробуем отправить сигнал в космос. Он, наверное, тоже очень классный и сейчас не работает. Он работает. Пойдем дальше. Нет. Ты кто, Иисус? Чем ты занимаешься? Представитель Московской области. Что сейчас представитель Московской области? Московская область нормально на карте представлена. Ну, я участник фестиваля. Что ты делаешь здесь? Беру интервью так же, как и ты. С чем? На палец? Ну, мой оператор куда-то отошел. Вот, понятно. Он вечно куда-то отходит. Что это за уголок такой? Слушай, я беру интервью, но не сейчас, бро. Слыша уже заканчивается. У нас сыр есть, но потом. Это 4D штука. Не сейчас. Смотрите, меня позвали к молодым ученым, да? Да, все верно. Звучит как ловушка. Сережа, пойдем, там у нас молодые ученые, там здорово ты снимешь все. Мы сейчас зайдем, у нас отберут камеру. Вот. Это разработки молодых ученых? Это все разработки молодых. Российских? Наших. Вау, давай самое крутое. Ух ты, привет. Это экзокостюм какой-то, да? Экзоскелет. Экзоскелет. Нет, я создатель машин Голдберга. Знаешь, такие абсурдно сложные инженерные сооружения. То есть ты Голдберг? Ну, почти, да. Если ты создатель машин Голдберга? Ну, почти. Что такое машина Голдберга? Смотри, вот. До херища инженерных сооружений. И мне без айпада объясни. Абсурдно сложные инженерные сооружения. Знаешь, падают доминошки, катятся шарики, что-то переключается, долго-долго двигается, а в конце практически ничего не происходит. Это такой вид инженерного порно, понимаешь? Какая польза от твоих машин? Никакой, конечно. Здорово. У-у-у, вперед наука. Мы сделали первые всероссийские соревнования сейчас просто. По Голдбергу? Да, да. 57 участников. И вчера парни... То абсурднее? Да. Покажи мне машины Голдберга. Ну, их нет, их все разобрали, уехали. Я, видишь, хожу по экспоцентру и смотрю. Что здесь происходит? Все мне говорят, чувак, сейчас, не сейчас. Сейчас я покажу, но потом. Ладно, все, спасибо большое, давай, процветай. Спасибо. Но, секунду, все еще не хотите быть ученым, а там дают такие очки. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет. Это вы изобрели? Южноуральский государственный университет. А, то есть весь университет над этим работал. Это что такое? Это робот-сапер. Чем он отличается от других роботов-саперов? Они есть, но он проходимый, у него гусеничные модули, регулируются под разным углом наклона и повышают его проходимость. А можно микрофон взять? Да. Давайте, давайте попробуем. Сережа и микрофон. Спасибо вам большое, ребята. Вы большие молодцы. Чувствую себя, знаете, чиновник, который приехал, ни во что не врубился и такой, ой, молодцы. Молодцы. Хорошее дело, оранжевый. Ух ты, оранжевый, гусеница есть. Молодцы, ребята. Молодцы. Уважаемый робот, отдай, пожалуйста, микрофон. Ах ты. Микрофон отдай. Это Сережа и микрофон спешил из Сочи, где происходит международный фестиваль молодежи и студентов. И сейчас мне показывают научные достижения. Я до сих пор не понял, что здесь происходит, честно говоря, на фестивале. Просто молодые тусуются. Где ученый, который его изобрел? Уже убежал. И тогда я тебе скажу, молодцы, молодцы, ребята. Прямо я расслаблюсь. Хорошее дело, прославляйте науку. Ммм, белый снег. Вот в России много снега, молодцы, думайте о России. А вот, допустим, черный сможете сделать? Конечно. Ой, молодцы, ребята. Что это такое? Я был прыщавым парнем и пытался это как бы исправить. И пошел к косметологам, а мне мне еще усы губили лицо, начали колоть. Вот. И лучше не становилось. Я пытался придумать что-то с этим. В итоге разработал гаджет, который может показать, что... Который может убить косметолога. Ты подходишь к косметологу, вы не помогли мне. И вибрации убиваешь косметолога. Если бы это работало, так как это... Если бы это... Вы знаете, я изобрел телепорт. То есть я могу из этой точки переместиться в любую другую точку пространства. И если бы оно работало, вы бы сейчас обалдели. Но если бы оно работало, что? У нас красивые буклетики. Разумею. Ну, главное, чтобы буклетики были. И что оно делает? Значит, семи методами анализирует состояние кожи и рекомендует, как вообще... Вот это отверстие, это под прыщ? Под прыщ. Это какого размера прыщ должен быть? Под родинку. А родинку разве можно трогать? Нельзя, но можно сканировать. И у вас будет просто 3D фотография вашей родинки. Здорово. Ну, ух ты, смотри, разработка. Пошли скорее. Это были молодые ученые на фестивале с молодежью. Я Сережа. Это шоу Сережа Микрофон. Это Стас. Стас, как ты еще пока держишься? Еще пока держишься. А не забывайте, что у меня появились свои значки. Бинго, Бонго и Джимбо Джамбо. Фак Ю и Далай Ламинг. Их разбирают просто как горячие пирожки. Когда я сделал анонс, мы уронили сайт. pinpinup.ru И никто не смог заказать ничего. Я думаю, что сейчас ребята починили свой сервер. С помощью разработок, которые вы видели здесь. Идем дальше. У нас еще много дел здесь. Смотрите, здесь чувака. Он говорит, что он из Antimotion. Если вы помните, в первом выпуске я благодарил Antimotion.ru за то, что они сделали нам заставку. Сделали, постарались. Надеюсь, понравилось. Нормально. Пока юзаем. Но все говорят, что прическа изменилась. Буква S теперь как бы не считается. Ну, это все нюансы. Спасибо вам. Нашим прическа понравилась. Понятно вам? Прическа огонь. Мы сейчас едем с помощью разработки российских ученых. Которая называется, внимание, эскалатор. Куда-то в другую зону, где будут все вообще. И будет громко. Мы же не боимся трудностей, да? Стас, ты готов? Вообще мне хорошо. Здесь постоянно со мной фотографируется. Я себя чувствую великолепно. Мое эго такое упругое сейчас. Такое все маслянистое. Несмотря на то, что со мной постоянно фотографируется, я мечтаю встретить человека, которому я нравлюсь. Объясню. Кто бы ни подходил, говорят всегда одно и то же. Ой, Сергей, мой парень. Ой, Сергей, вот ты у меня знакомая. Ой, это же вы. Блин, у меня вот жена, она вас. Может вы хотя бы наврете, что вам тоже нравлюсь я? Я не встретил ни одного человека, которому я нравлюсь. Они все для кого-то снимают. Где вы те, для кого меня снимают? Где вы? Проведем эксперимент. Блин, у меня девушка. Это для нее. Фак ю, я скажу ему тогда. Фак ю. Буду себя так вести теперь. Даже если правда вы меня ненавидите, тот, для кого вы снимаете, будет рад, наврите мне. Мне приятно, а вам ничего не стоит. Тем более мы с вами научились в первом выпуске второго сезона врать. Хорошенечко так научились врать. Стас, привет. Как дела? Ты так и не придумал свое движение. Стас снимал со мной как-то давно питерский сюжет. И я дал ему задание. Придумай свое движение. И он так и не придумал до сих пор. Ну, сложно вот это победить, да, Валина? А, вот это, да, у тебя ножницы. Это в выпуске про еврея бы очень пригодилось. Привет, сфоткаться. Сфоткаемся для кого? Для парня твоего? Нет, почему? Кто-то обрадуется из твоих знакомых? Мама? Нет, я сама буду смотреть на тебя и радоваться. Я просто подписана в инстаграме. Ты живая? Да. Настоящая? Это первый человек, который снимает меня для себя. И даже плевать, что ты запачкаешься с меня тональным кремом. Плевать, плевать, плевать. Все хорошо? Нет, не очень хорошо. Сейчас мир пошатнулся. И магнитик. С любовью из Курска. Вау, Курск. Здорово. Здорово. Все? Я пошла? Давай. Пока. Спасибо тебе. Но ты думаешь, магнитик Курск хороший подарок? Если я его выкину, я буду себя чувствовать сволочью. Потому что мне подарили, я выкинул. А зачем мне Курск, если я там не был? Стас, ты был в Курске? Нет. Нет, ты был в Курске. Держи, держи. Ты был в Курске, и там тебе понравилось, ты купил магнитик. Ты купил магнитик, потому что тебе очень нравится Курск. Идем дальше общаться с молодежью. Молодежь! Молодежь! Я тоже молодежь! Мне еще месяц остался. Здорово. Ты говоришь в английском? Да. Я... Но давайте попробуем. Что ты имел? Шаунтел. Шаунтел. Ага. Сережа. Что? Сережа. Сережа. Вау! А скажи, Сережа и микрофон. Это имя моего шоу. Сережа и микрофон. Сережа и микрофон. Это твоя первая vez в России? Да, первая vez в России. Скажи мне правду. Это было очень хорошо. Нет, нет, нет. Правда. Ну, мясо ужасное. Медо. 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 Я думала, что русские были... Да, как... Привет! Но тогда ты увидел меня. И ты думал, вау! Сколько лет ты? Я 20. 20? Да. Я, как... 50, да? Да, 50. И снова, Сережа и микрофон. Сережа и микрофон. До свидания! Каждый год мы задаем секретный вопрос от знаменитостей. И хотели вас попросить записать... Подожди, то есть я не мисс очарования? Нет, ну мы... Что? Мне кажется, я услышал fuck you. Не-не-не-не, я сказал... Я покашлялся просто. Это Сережа и микрофон. Лучшее шоу на ютубе в 4К. Это спешл, значит у нас нет никакой темы. Нас просто пригласили потусоваться, мы тусуемся. Ребята, вы часто спрашиваете меня, а что это твое шоу лучшее? Ты с чего взял? Ребята, во-первых, 4К. Во-вторых, ведущий этого шоу очень хорошо пахнет. Поверьте, я прекрасно пахну. Это очень большой вклад в общение с людьми и в эту передачу. Я потрясающе пахну. Окей? Просто, чтобы вы знали. 4К и запах. Матерь Божья! Видите, как люди со мной разговаривают? Они носом утыкаются в меня. Это вообще секрет моих интервью долгих. Люди просто стоят и нюхают меня, даже не слушают. Финальный рывок. Да? Я сделал как дедушка. Этот капитан. Привет, ты студент из 73 года? Ты хиппи? Не совсем, я архитектор-арфистка как-то так. Архитектор-арфистка? Да. У-у-у. Я не знаю, как это получилось. Когда ты говоришь парням, привет, я, кстати, играю на арфе, как они реагируют? Ты вообще говорил хоть раз с парнем? Да. Или я твой первый? А вы кто? Кто? Кто я? Не знаю. Просто понюхай и все. Просто понюхай меня. Я ведущий самого крутого шоу на ютубе. У нас потрясающие рейтинги. Мы бьем по рейтингам всех. Я кумир миллионов. Несмотря на то, что у меня очень мало подписчиков. Не важно. Ты арфистка? Да. Но у меня своя группа, я пишу. Фэнтези-фолк. Ты говорил, ты арфистка, архитектор. Я чувствовал, что будет фэнтези-фолк, честно говоря, в следующем. И дай угадаю. Ты занимаешься косплеем? Нет. Ладно. Как тебе здесь? Очень круто. Я считаю, что это модель идеального мира на самом деле. Идеального общества. Потому что так должно быть на самом деле всегда. Как это здесь всего неделю. Я очень счастлива, что попала сюда. И это на всю жизнь впечатление, конечно. И ты увидела меня еще? Хорошо, да. Я погуглю про вас. Ну смотри. Осторожнее. Потому что твоя жизнь не будет прежней. Ладно. What's up, man? I'm fine. Very nice. A little bit sad, because the festival is coming closer to the end. But it's okay. Will you cry? Maybe, I don't know. You're a sensitive guy. Not exactly a sensitive guy, but everyone can cry. Come on. No. Look at this. Iron Man. Tell me something awful. Let me think. First of all, it's coming to the end. That's awful. Yeah, yeah. Not a muscle. Where are you from? I am from Brazil. What is similar between Brazil and Russia? The kindness of the people. People in Sochi kind with you? Yes, so kind. And also taxi drivers? Also taxi drivers. I had no problems with taxi drivers. What's happening with our country? When I today arrived to Sochi, taxi drivers say, fuck you. Come on. Yeah, fuck you. Okay, sit down, but fuck you, let's go. Until we drive, he do like this. Still fuck you. Russia and Brazil. Mmm. Yes. Yes, just like fists. Hello. Hi. First of all, you're so slim. It's okay, I'm happy. See, I'm so sexy maybe. Yeah, and impossibly sexy. Okay, where are you from? I'm from Malaysia. Okay, have you met Russian girls? Obviously, I met them. Obviously, look at me. Oh, look at you. Sunglasses. In evening. Two pants. Yeah, yeah. He's trying to be sexy like me. No, come on. Not even close, man. Not even close. No, 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 no. I'm not close. I'm so sorry. No, no. тебе большое, ну-ка покажи фирменное движение Вау, спасибо, что посмотрели меня, ну чего, но второй сезон как-то уже как-то идет что-то получается, и похоже я буду снимать дальше только в Сочи, почему потому что тут тепло, я не хочу в Москву, там холодно, следующий выпуск у нас будет из Питера, между прочим Стас, сюрприз, Стас из Питера очень громкая музыка, я не слышу своих мыслей, их в принципе не очень много пока, люблю вас зайки вот еще напоследок рассмотрите все здесь, смотрите, как здорово делегации разных стран люди, которые прячут лица от камер девочки, которые перевозбудились позеры человек, который говорит по флагу России, как по телефону алло, Россия на проводе привет, стояла грустная, поулыбалась и дальше будет стоять грустная о, боже мой, представители картеля человек с плохим чувством юмора очень неоригинально а, не, нормально, нормально ооо, и снова гормоны 17 лет представителем Манчестера Юнайтеда это все фестиваль молодежи и студентов до новых встреч, пока Манчестера Юнайтеда Манчестера Юнайтеда